Сегодняшняя тема – металлургия. Металлургия – отрасль промышленности, связанная с получением металлов из руд, разработкой и производством различных сплавов. Металлургия подразделяется на черную и цветную. Черная металлургия включает добычу и обогащение руд черных металлов, то есть производство железа и его сплавов. К цветной металлургии относят добычу, обогащение руд цветных металлов, производство цветных металлов и их сплавов. Таким металлам относятся такие, как медь, свинец, алюминий и тому подобное. По основным технологическим процессам металлургия делится на три – пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Пирометаллургия – восстановление металлов из руд при высоких температурах. Восстановителями являются углерод, оксид углерода, водород и металлы алюминия и магния. Например, чтобы получить олово из руды кассетирита, обжигаем его углеродом. То есть оксид олова плюс углерод получаем чистый металл олова плюс угарный газ. Также из руды гематита, точнее оксида фиорума, можно получить при помощи СО. Получаем железо и углекислый газ. В этих процессах восстанавливается углерод, поэтому они называются карботермией. При помощи карботермии также можем получить такие металлы, как медь, цинк, германий, приумбу, кадби, так как они не образуют карбид с углем. Восстановителями могут быть водород и металлы алюминия и магния. Например, оксид молибдена плюс водород. Водород вытесняет молибден и получаем молибден плюс вода. Реакция называется гидротермия. Если как восстановитель магния, то, например, оксид титана плюс магний. Магний вытесняет титан и получаем оксид магния в конце. Реакция называется магниетермия. Также можно использовать как восстановитель алюминия. Например, оксид марганца плюс алюминий. Получаем марганец, свободный металл, и оксид алюминия. И реакция, соответственно, называется алюминотермия. Используя металлы как восстановитель, мы можем получить чистые металлы, не загрязненные углеродом и водородом. Гидрометаллургия. Выделение металлов из руд с помощью водных растворов. Например, чтобы получить цинк из цинковой обманки цинк-С, вперва его обжигают. То есть, цинк-С плюс О2, получаем оксид цинка и оксид серы. И полученный оксид цинка растворяет в серной кислоте. То есть, оксид цинка плюс серная кислота образуется в цинк-СО4 плюс H2O. Дальше восстанавливают более активным металлом. То есть, цинк-СО4 плюс ферма. Образуется ферма-СО4 плюс цинк. Тут у нас H2O4 это водный раствор. Ферму-Активный металл. Этим методом можно получить такие металлы, как серебро, цинк, молибден, золото и уран. Электрометаллургия. Получение металлов из раствора и сплавов при помощи электролиза. Чтобы получить, щелочные и щелочноземельные металлы используются в сплавах их солей. Например, хвалид натрия. Дыбосплав поваренной соли. Пропускаем через электрический ток. Точнее, происходит реакция электролиза. Получаем свободный металл натрий и хвалид-2. Для среднеактивных и неактивных металлов используются растворы их солей. К примеру, у нас среднеактивный хром. Используем его соль-сульфат-хрома трехвалентный. Так как используются растворы, мы добавляем воду. И пропускаем через электрический ток. В итоге получаем чистый металл хром. Дальше серную кислоту. И газы водорода и кислорода. При помощи метода электрометаллергии можно получить чистые металлы.